Привет, это Шамшурин. Всем скорейшего мира, всем скорейшего завершения того, что происходит сейчас. Искренне надеюсь, что это как можно быстрее закончится. Итак, значит, в видео задали такой вопрос. Доброго дня. Познакомился на сайте знакомств с одной девушкой. Покорила мое сердце в прямом смысле. Она мне очень нравится, и я ей также. Она влюбилась в меня. Вот так вот, да. Мне 32, ей 20 виделись всего раз. Так как на данный момент живем на расстоянии 600 километров друг от друга. Сразу буду вставлять свои комментарии. То есть, что значит влюбилась в меня? Я, конечно, понимаю, что у тебя с самооценкой или с самомнением нет проблем, в кавычках, конечно. Но как человек мог влюбиться в тебя за одну встречу с тобой и по переписке? Сразу отвечаю – никак. Второй момент, что я так понимаю, что я имею дело с победителем битвы экстрасенсов. То есть, ты как минимум близкий друг Влада Кадони. На сайте знакомства она видела мои фото и понимала, что я при бабках. Понимала, что я при бабках. То есть, это тебе так хочется, чтобы тебя видели люди. И, опять же, ты не можешь залезть в голову другого человека. Ну, я сильно это не отвечиваю сейчас. Не желаю уходить в задаривание, хотя мог бы. Есть ощущение, что такой мощный афродизиак, как деньги и материальные подарки, может сдвинуть фокус ее внимания с чувств любви на что-то лишнее. Вот автор планирует с ней встретиться с последней встречей, прошел месяц. И она каждый вечер сидит вот так вот, короче, такая. Где же он? Как же я его люблю? Когда же я его увижу? Она ночами не спит. Есть перестала, я думаю. Она довольно четко сказала и намекнула шутя, что хотел бы получить какой угодно букет цветов. Намекнула шутя. Как понять намекнула шутя? Интересно, да? То есть, это не проблема. Знаю, хочет в инсту засветить. Знаю так же, что и все-то ты знаешь. Блин, удивительный ты человек. Мне кажется, тебе надо работать в бюро прогнозов погоды, потому что, когда ты так много знаешь, может, ты еще и знаешь, когда этот пиздец закончится, который сейчас происходит. Что еще ты знаешь? Вот мне хочется узнать. Вот. Она довольно четко сказала так-так-так, так вот, все-то он знает. Знаю так же, что ей нравятся наушники за 300 баксов. И айфон новый за полторы тысячи долларов. Откуда ты это знаешь, мне интересно? Мне кажется, что либо ты ее спросил, либо она тебе сказала. И то, и то это неправильно. То есть, как бы, зачем тебе спрашивать об этом женщину? Какие подарки? Ты что, на день рождения идешь к своему близкому другу или что? И во-вторых, если она об этом сама говорила, значит, а ты сам, скажем так, подал ей такую идею. То есть, твое общение было таковым, что она подумала, что с тобой можно разговаривать про подарки ей. И второе, что бы, собственно говоря, что интересная тебе попалась девушка, конечно, мягко говоря, желающая поиметь с тебя что-то хорошее, материальное. Вот. В общем, есть три варианта. Цветы. Либо цветы плюс наушники, либо цветы плюс айфон плюс наушники. Подумывай ее порадовать. А интересно, зачем? Спроси себя, да? То есть, ты ее хочешь порадовать, потому что ты не только победитель битвы экстрасенсов, еще и мать Тереза, наверное, да? То есть, которая... Твоя доброта не знает границ. Ты так хочешь радовать всех. Может быть, ты апостол там какой-то, 13-й, 14-й, 15-й. Кто ты? Интересно. Вот. И купить все. Но что-то останавливает. Что-то останавливает. Не знаю, что тебя останавливает. Мне кажется, что какая-то маленькая толика здравого смысла в твоей голове, которая присутствует, она тебя останавливает. Думаю, ограничиться цветами плюс всякая мелочь. Скажите, ведь нет такого закона, который бы тебя обязывал дарить достаточно дорогие подарки. Только на том основании, что женщина знает, что ты при деньгах. Вот. Мужчина тем самым вопросом хочет что? Он, пожалуй, хочет... Его научили так. Он так вырос. Его так социум запрограммировал, что чтобы понравиться женщине, нужно обязательно купить ее внимание. Нужно показать, что у тебя есть деньги. Нужно подарок там и так далее. Это от неправильных ценностей. Это от социального программирования деструктивного. Да. И от того, что у него нет должного нормального окружения, где бы он узнал, что, оказывается, можно сделать все по-другому. И это будет по-настоящему. А сейчас? Но при этом у него есть доля сомнений, потому что, видимо, где-то внутри он чувствует, что это херня. А это действительно херня. И когда я эти истории здесь вам рассказываю, у меня большая просьба, задумайтесь, где вы себя ловите на чем-то похожем. Потому что, по большому счету, параллель очень такая, ну, то есть, похоже. Эти истории, как правило, они старые как мир, они очень распространены просто в той или иной степени. Поэтому он хочет, у него есть какое-то ощущение, что, бля, так не должно быть все-таки. И он, наверное, хочет найти подтверждение в глазах, скажем так, окружающих. Все-таки, да, он прав, что так не должно быть. На первом свидании подарил ей красивое нижнее белье со всеми вытекающими последствиями. Ей понравилось. Что значит красивое нижнее белье и, прости господи, со всеми вытекающими последствиями? Насчет последствий я уж точно знаю на миллиард процентов, что у тебя не было никакого секса с ней. Во-вторых, ну, дарить девушке что-либо на первом свидании это вообще за шквар. А дарить девушке нижнее белье, ну, мне кажется, нужно своей женщине, ну, вернее, из которой у тебя уже что-то было, то есть вы с ней уже, у вас завязался какой-то роман, тогда да. Если бы девушка была нормальная и адекватная, порядочная, воспитанная, там, бла-бла-бла, ни одна, сука, нормальная, адекватная девушка, такой подарок на первом свидании ни в коем случае не примет от человека. Никогда так не будет. Вот. П. Создаю этот вопрос, рассчитывая на коллективный разум. Стоит, ну, там, на мой ответ и на, собственно говоря, вопрос, где он его задавал. Стоит ли искать добра от добра? Я и так знаю, что она в меня влюбилась. Ну, да, мы же забыли, что ты у нас этот лучший друг Влада Кадони. Догадываюсь, что если не привезу ей чего-то из техники, то будет перед подругами называть жмотом. Как быть? Значит, перед нами человек крайне зависимый от мнения окружающих, крайне какой-то закомплексованный и так далее и тому подобное. Вот. Как быть? Нужно это все дерьмо из твоей головы вытряхивать и лечить. Потому что если ты с ним останешься, то ничего хорошего в этой жизни, и уж тем более в отношении с женщиной, тебя не ждет. Привези из техники. Привези бульдозер. Это же тоже техника. Или там стиральную машину, большую такую, которую в промышленных прачечных. Это тоже техника. Вот. То есть, соответственно, человек, ну, непонятно, что ты хочешь, как ты хочешь, чтобы тебе тут, как сказать, подтвердили то, что ты прав или не прав. Ты не прав. По отношению к самому себе, по отношению к своей жизни, по отношению вообще к тому, что ты продолжаешь подкупать внимание, покупать внимание женщин. И это абсолютный маразм, потому что завтра кто-то привезет ей более большой бульдозер из техники, и ты пойдешь лесом. Вот. И это истина стара, как мир. Для того, чтобы так не делать, это видео посвящено было таким обеспеченным небедным взрослым мужчинам. И ты не знаешь, что необеспеченным, невзрослым и бедным его не надо смотреть. Вот. А значит, для того, чтобы этот вопрос стал другим вопросом, то есть, как бы, чтобы вы перестали подкупать, а начали уже думать, так, у меня много женщин, я хочу выбрать себе нормальную, для жизни, для семьи, порядочную, достойную, хорошую, которая будет любить во мне меня. А не какие-то бирюльки. Для этого я приглашаю вас на практику с 9 по 12 июня. Ссылка для записи здесь, под этим видео. Увидимся там.